ОЧАКОВ ТВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Здрасте, вы блогер? Здрасте, вы же блогер? Да, я вас не раз видел в ютубе. Лайки ставите? Лайки? Ну, бывает. Хорошо. Молодцы, хорошо вы раскручиваете, грамотно. Да, вы молодцы, держитесь. Хорошо, а вы откуда? Вы откуда? С Кубани откуда. А что у вас за значок вот этот шеврон? Вот это вот? Да. А, ну, Британия? Так они мне вроде плохого аж ничего не делали, так как и вы ничего не делали. Ну, да. Ну, да. Ладно. Ладно. Давайте. Удачи вам. Давайте тогда. Спасибо. Счастливо. Спасибо. Все будет нормально. Обязательно. Держитесь. Обязательно. Держитесь. Счастливо. Счастливо. Я не знаю, что это было, друзья. Напишите, что вы думаете. Я, честно говоря, теряюсь в догадках. Вот. Исходя из того, что мы с вами слышали только что. У нас все работает. Опа. Блин, она на Костюна похожа. Здравствуйте. Здорово. Как дела? Нормально. Слушай, что это за флаги у тебя сзади? Сейчас. Посмотрим. А ты откуда? Ничего себе. Слушай, я такого не знаю. Я в Калифорнии живу. А, Алтайский край. Все, я понял. Я в Калифорнии живу, но сейчас я в Украине нахожусь. А как так получилось, что в Калифорнию потом в Украину? Нет. Я сам родом из России. Уехал жить в Калифорнию. Живу постоянно там. А сейчас приехал тут по делам в Украину. Ну, понятно. Что там в Украине, как обстановка? Ну, так, взгляд со стороны. Ну, как? Во время войны, ну, как обстановка? В общем-то, так, конечно, не скажешь. Люди, в принципе, занимаются своими делами, но ты же понимаешь, что постоянно ваше государство убивает мирных людей. Харьков обстреливает другие приграничные территории. Ну, так Украину-то тоже обстреливает. Ну, так правильно. Кто начал-то? Украина что, должна ударить по одной щеке, подставить другую, что ли? Украина отвечает. Нет, ну, щека-щекой, а до этого Донбасса не обстреливали. Так Донбасс это Украина. Каким боком Россия здесь замешана? Не, ну и что, что Украина? И что они могут по миру населению просто так и обстреливаться? А кто тебе сказал, что просто так обстрелили мирное население? Просто так обстреливали. А ты сам веришь в это? Или ты сейчас просто, ну, как мантры повторяешь вот телевизор свой? Я верю в это. Ты веришь? Слушай, хорошо, если ты веришь, смотри. Простой тебе вопрос. Почему Киев, давай назовем так, киевский режим, да, вот как вы говорите. Почему он не обстреливает, например, свои города, там, Харьков, Николаев, Одессу? Почему он не обстреливает? Почему он обстреливал Донбасс? Ну, они обстреливают те города, которые ближе к России, я так понял. Так Херсон близко к России. Харьков, кстати, Харьков близко к России. Почему Харьков не обстреливает Киев? Не дошло, наверное, до туда. А, не дошло, да. Нет, ты не прав. На Донбассе началась война, потому что ваши войска туда зашли. Ну, а почему они туда зашли? Почему они зашли? Потому что они решили под шумок, пока революция, достоинство шла в революции, захватить чужие земли. Потому что ваша страна агрессивная страна, которая занимается захватническими войнами. Не, ну, у нас самая лучшая страна, тут вопросов нет. Слушай, а что ж тут хорошего-то? Ты знаешь, немцы тоже считали гитлеровскую Германию хорошей страной. Почему ты-то убежал-то в Калифорнию, а потом в Украину? От кого я убежал? Ну, переехал в том числе. Смотри, я переехал из России, потому что мне надоело жить в дерьме. Хотя я жил материально очень хорошо. Я очень много зарабатывал. Я в 90-е годы еще выехал, в конце 90-х. Вот потому что мне захотелось пожить в нормальных человеческих условиях. Понимаешь? Что можно было честно работать, что можно было не воровать, не врать. Как у вас это принято, понимаешь? У вас же принято. У вас вся страна – это вруны, коррупционеры, убийцы, блин, террористы и так далее. Вся страна. У вас дикая страна. У вас вся страна. Тихо. Это все, что он мог сказать. Это все, что он мог сказать. Это их аргумент. Когда больше говорить не о чем, они переходят на свои любимые темы. И тут же свою гомофобию ярко выражают. Вот и все. А ролик можно было бы назвать «Когда нечего сказать». И многоточие. Ну, я думаю. Вот так мы этот ролик и назовем. Или его часть. Когда больше нечего сказать. Ну, как там в Клиффе, в Клиффе, в Клиффе. Деван. Нормально, нормально. Как у вас в России? Нормально. Нормально. Ну, как в Курской области? Все нормально. Да, нормально. Все идет по плану, да? Ну, не знаю. Вы план видели? Нет, я же прошу вас. Все по плану. Не, ну я только видел. Я же не в Геннаде. Так Путин же говорил, что у вас все по плану. А вы так говорили, как будто вы видели. Расскажите план. Так Путин же говорит, все идет по плану. Не-не-не-не. Расскажите, вы же видели план? Расскажите. Все идет по плану или нет? Подожди. Чтобы судить. Врет он или не врет, вы должны план видеть. Расскажите мне, что там в плане. Так я же спросил, все идет по плану. Не, вы же видели, вы же видели, вы так утверждаете? Я не сказал, что я его... Как будто видели, да? Нет. Расскажите мне про план. Расскажите мне про план. Я не сказал, что я его видел. Путин, Путин вам рассказывает про него. Ну, значит, все идет по плану. Путин говорит, все идет по плану. Ну, значит, по плану все идет. А, то есть захват Курской области был в плане? А, захват? А сколько там захватили? О, уже 2000 километров квадратных. 2000? Нет, 1000. 3%? Нет, 1200, но... А это расскажите мне, пожалуйста... Оперативное кольцо взяли 2000. 3% от Курской области 3%. 2000 километров? Какая разница? 3%? Скажите мне, пожалуйста, а сколько там это, например, в Херсонской области мы освободили Запорожской, ДНР... А, ты имеешь в виду, когда вы убежали из Херсона? Я вообще молчу. Расскажите, сколько процентов? Когда убежали из Херсона, вот это вы так освободили? Не-не-не, давай, расскажи мне, сколько процентов? Вы отрицательно... Когда вы убежали из Херсона, в этом освобождение, да, согласен. Вы освободили от себя Херсон, это правда. Не-не-не, мы от вас освободили, а с Херсона мы сами ушли. Нет, от себя. Вы же с Херсона убежали. Вашей заслуги-то нету, мы сами ушли. Какая разница, вы убежали. Из Крыма, из Крыма, это не заслуга Украина. Мы из Крыма сами ушли. Вроде точно так же... Очко ТВ, ты мне скажи. Тихо, тихо, тихо. Ты же идешь там где-то... Все тебя волнует очковая тема. Слушай, вы, россияне, вас только волнует очко. Не-не-не, очко ТВ, ты мне скажи. Ты на бутылке не крутись. Ты мне просто сапонул, что ты из России. На бутылке не крутись. Я из-за этого нашу тебя в Канаду. Помнишь? Не крутись. Не крутись на бутылке. Расскажи мне. Я понимаю, что тебя очко зудит, ты на бутылке сидишь и крутишься. Очко ТВ. Не крутись, на своем очке. Очковая тема их волнует. Их волнует, естественно, очковая тема. Он сидит на бутылке, крутится. Естественно, он крутится на бутылке. Для чего ты крутишься на бутылке, чувак? Успокойся. Я понимаю, что очковая тема тебя сильно переживает. Тебе не очень приятно сидеть, крутиться на бутылке. Давай. Право, влево. О, молодец. Слушайте, он привык, мне кажется. Человек привык сидеть на бутылке. Ему нравится очком своим там крутиться. Правильно? Чувак. Я правильно тебя понимаю? Нет? Ну, понятно. Видите, они не способны говорить на серьезные темы. У них горит 2000 километров. А, все, да? Естественно, он убежал. Но другого как бы и не следовало ожидать. Субтитры сделал DimaTorzok